приветствую всех зрителей моего канала рыбаков да и просто любителей отдыха на природе пока у нас действует запрет на использование водомоторной техники на всех водоемах в связи с нерестовым периодом я считаю что сейчас самое время подготовить свои лодки пвх к сезону также не стоит забывать что машины можно оставлять вблизи берега озера не ближе 50 метров и не ближе 200 метров от берега реки зрители моего канала постоянно мне задают вопросы о том какая лодка лучше какой подойдет лучший мотор для этой или иной лодки и в таких случаях я отвечаю что если я не имел чести общения с этой лодкой ли с этим мотором то мне просто нет опыта и нет опыта моих друзей поэтому в этом вопросе я помочь не могу но я могу помогать только в том случае если я уже имею опыт по тому или иному изделию следующий вопрос который возникает у любителей рыбалки с лодки это чем накачивать лодки пвх кроме конечно штатного ножного насоса и вот в этом ролике я хочу полноценно разобрать все плюсы и минусы лодочных насосов от производителя браво а представила мне эти насосы для обзора компания альбатрос с которой мы совместно создаем полезные ролики для людей именно благодаря этой компании я тщательно подхожу к созданию таких роликов и досконально изучают тему видео краткая информация компания альбатрос это дистрибьютор браво в россии а это дает более чем адекватные цены на насосы браво большой ассортимент насосов для любых лодок и главное они в наличии также компания осуществляет полноценно гарантийное обслуживание вот именно этот пункт для меня очень важен при покупке какого-либо технического изделия чем вообще хороши насосы браво браво это не только самый популярный бренд по насосам в россии но и производитель выпускающий насосы для практически любых надувных лодок пвх лично я пользуюсь таким насосом уже больше трех или четырех лет и в некоторых моих роликах рыбалки вы могли видеть этот насос сегодняшнем обзоре насосов браво для лодки пвх будет участвовать три вида насосов первый это электрический насос для надувной лодки браво bp 12 2 это электрический насос браво btp 12 м с аналоговым манометром и третий вид насоса это электрический насос для лодки пвх браво bst 12 с аккумулятором основные характеристики насосов на которые стоит обратить внимание первое это максимальное давление если лодки нужно допустим давление в 300 миллибар а насос докачивать только до 250 миллибар то оставшиеся давление придется добивать ножным насосом поэтому если нет желания накачивать ногами то лучше взять насос с запасом по максимальному давлению второе бывает одноступенчатые и двухступенчатые насосы двухступенчатые лучше тем что у них первая ступень быстро накачивает до низкого давления а потом включается вторая ступень которая медленно докачивать до высокого давления такая конструкция гораздо надежнее чем одноступенчатые третье на что стоит обратить внимание это наличие встроенного аккумулятора встроенный аккумулятор делает насос конечно гораздо тяжелее но зато можно накачивать лодку вдалеке от машины и аккумулятора однако иногда это очень важно свой тест на скорость накачивания надувной лодки и обзор насосов я покажу на своей лодке ямаран длиной 33 метра я взял именно эту лодку потому что у этой лодки пвх довольно большой объем баллонов диаметр которых 42 сантиметра она трехсекционно и поэтому будет больше действий при накачивании рассчитана на 4 человека и на лодочный мотор в 15 лошадиных сил для понимания например у моей лодки калибри диаметр баллона всего 34 сантиметра примерно такой диаметр баллонов у основной массы лодок пвх все это я привожу только для того чтобы вы представили что тест я провожу на довольно большой лодки исходя из объемов баллона если говорить о накачивании именно моей лодке ямаран ножным насосом то я на это трачу примерно около 25 может быть 30 минут а это время очень важно когда мы торопимся заплыть на водоем а теперь посмотрим за сколько справятся с этой задачей испытуемые лодочные насосы начну я свой тест с небольшого по габаритам насоса для надувных лодок bravo vr 12 все тестируемые лодочные насосы могут не только надувать лодку но и скачивать воздух из нее характеристики данного насоса вы можете посмотреть поставив видео на паузу данный насос работает от автомобильного аккумулятора и в его комплектации имеется такие довольно упругие клеммы с проводами стандартный набор переходников на самом насосе имеется регулятор давления ну и конечно идет к нему сумка и так прикручиваем шланг в этой модели для нагнетания воздуха в лодку он прикручивается к боковому отверстию насоса подбираем нужный переходник устанавливаем необходимое давление которое нужно чтобы насос накачал после чего он самостоятельно отключится подключаем клеммы к аккумулятору соответственно полярности красный это плюс а черный это минус и включаем насос кнопочкой он а выключаем кнопочкой of важный момент для более быстрого накачивания лодки клапан баллона надо открыть а в конце вынимаем шланг и закрываем клапан если необходимо то докачиваем баллон до нужного давления и так один баллон этот насос накачал примерно за три с половиной минуты все то же самое делаем и с другими баллонами накачивать лодку надо с кормовых баллонов лодки пвх то есть с баллонов которые находятся сзади лодки почему потому что перегородки между баллонами сделаны в виде кармана который при накачивании лодки выпирает в тот баллон который накачивается последним и выглядит это вот так я накачал задние баллоны лодки и вот эти перегородки между баллонами сейчас стали выпуклотыми как в полусфере в сторону пустого баллона все дело в том что в 90 процентов случаях первым делом при внештатной ситуации пробивается об коряги и другие вещи именно носовая часть лодки и если мы будем накачивать лодку с носовой части и перегородки будут выпуклутыми наоборот в кормовую часть лодки то при спускании переднего баллона перегородка с надутых баллонов развернется в сторону пробитого баллона и при этом упадет давление сразу в обоих кормовых отсеках и соответственно уменьшится общая плавучесть кормовой части лодки поэтому нужно всегда накачивать лодку именно с кормовых отсеков но теперь посмотрим результаты общего времени за который этот небольшой насос накачал мою лодку полностью и они составили 11 с половиной минут вместе с килем давление в данный момент в баллонах я не замерял так как обычно для этой лодки я пробую скажем так на глазок и меня такая упругость баллонов устраивает также этим насосом можно скачивать лодку конечно после предварительного скачивания в ручном режиме просто это целесообразней для скачивания остатках воздуха нужно присоединить шланг в другое отверстие важная особенность насос сам не отключается поэтому надо следить за этим самостоятельно скачивает полностью мою лодку данный насос примерно также в районе 11 12 минут подведу итог чем хороша модель bp 12 первое может создавать высокое давление до 1000 миллибар или одного атмосферного давления второе достаточно низкая цена третье небольшой размер и вес если говорить о минусах то это низкая производительность и один компрессор не рекомендуется работать без перерыва дольше 10 минут чтобы не сокращать слуг службы этого насоса такой небольшой насосик bp 12 я бы рекомендовал владельцам небольших лодок насос довольно бюджетный и справляется со своими задачами следующий насос которые будут тестировать это насос браво btp 12 м поставив видео на паузу вы можете посмотреть характеристики насоса этот насос оснащен также сумкой клеммами и проводами для подключения к автомобильному аккумулятору штатным шлангом набором переходников а сам насос имеет аналоговый монотометр давления подключение насоса такое как и у предыдущего варианта главное отличие данного насоса для лодки в том что у него есть возможность накачивать лодку до 1000 миллибар или до одного атмосферного давления то есть этот насос подойдет уже для довольно мощных лодок даже для лодок с надувным дном насос работает в двух режимах при первом режиме он очень быстро накачивает основной объем воздуха а при втором режиме он автоматически включается что сопровождается вот такими звуками и докачивать баллоны уже до высокого давления кроме того он очень быстро накачивает лодку например один баллон лодки он накачал всего за две с небольшим минуты также этот насос имеет производительность 450 литров в минуту а это я вам скажу шикарно это значит с его помощью можно быстро накачивать любые матрасы для ночлега например у меня при ножном насосе на накачку трехместного матраса уходит минут 20 также мы часто практикуем катание на ватрушках и тут такой насос также будет очень кстати второй баллон насос накачал также за две минуты а носовой баллон лодки пвх я решил накачать закрытым клапаном и он накачал этот баллон за две с половиной минуты в общем лодку данный насос накачал по мне очень быстро всего где-то за шесть с половиной семь минут киль насос накачал за считанные секунды скачивать лодку насос также быстро и так чем хороша модель btp 12 м первое докачивать до 1000 мили бар это очень высокое давление которого хватит для любой лодки даже с надувным дном второе здесь два компрессора один быстрой накачки до низкого давления и 2 для докачивания до высокого давления третье достаточно хорошая производительность 450 литров в минуту что дает возможность накачивать быстро не только лодку но и другие надувные вещи типа матраса или ватрушки третий насос это аналог моего насоса но важное отличие которое он имеет это наличие автономного аккумулятора его характеристики можете посмотреть поставь видео на паузу данный насос имеет комплектации также сумку сам насос переходники и шланги и конечно литиевый аккумулятор ну и автомобильную зарядку данный насос накачивает лодку до 300 мили бар или 03 атмосферы это конечно может быть для какой-то лодки мало но производительность также 450 литров в минуту что также поможет вам довольно быстро накачивать любой матрас или другую вещь в этом насосе есть уже регулятор давления для работы насоса нужно открутить крышку присоединить клеммы насоса к литиевому аккумулятору и закрутить все обратно далее пока вы едете к месту рыбалки вы можете спокойно заряжать насос от машинного прикуривателя а литиевый аккумулятор позволяет использовать его в любом положении далее по приезду нам нужно присоединить только шланги выставить нужное давление и включить кнопочку он данный лодочный насос так же как предыдущий насос достаточно быстро надувает баллон и потом переключается для нагнетания большего давления вот таким характерным звуком этот насос один баллон накачал за три минуты полностью лодку насос накачал примерно за десять с половиной минут до еще один полезный момент так как у меня такой же насос только без аккумулятора я просто соединяю два шланга от ножного насоса со шлангом от электрического насоса а место стыка заматываю изолентой и у меня получается вот такая конструкция эта конструкция из шлангов позволяет избежать вылетания переходника из клапана лодки то есть за этим попросту не надо следить обычно когда насос переходит к накачке большего давления переходник вылетает из лодки а с такой конструкции мне просто не нужно держать шланг и докачивать баллон подведу плюсы и минусы насоса bst 12 с аккумулятором первое наличие аккумулятора позволяет не зависеть от источников питания второе максимальное давление 300 миллибар не слишком много но хватает для большинства лодок если нужно больше просто придется добавить ножным насосом 3 аккумулятор можно использовать при необходимости также для зарядки и других вещей телефонов и холодов фонарей из минусов этот насос имеет больший вес за счет аккумулятора и нужно докачивать ножным насосом если давление необходимо больше чем 300 миллибар в общем то об этих насосах я рассказал довольно кратко но довольно важную информацию также важно изучить инструкции для каждого насоса и знать что у каждого этого насоса для надувания лодок есть определенное время беспрерывной работы для более долгого времени эксплуатации это время лучше соблюдать я еще раз хочу поблагодарить компанию альбатрос которая предоставила все эти насосы для этого обзора ссылку на эту компанию я оставлю внизу в описании под этим роликом а также ссылка будет в конце под этим видео ну что на этом я с вами прощаюсь всем пока до новых встреч и и и и и Продолжение следует...